Я приношу свои извинения, что опоздал на целых пять минут. Меня зовут Алишер Гелегбаев, мне 30-го года, мой рост 2 метра 2 сантиметра. Это постоянная моя фраза, потому что, ну, то есть я сразу отвечаю на этот вопрос, потому что всегда находится лектор, который потом подходит и спрашивает про это. Вот. Я работаю в сети торгово-желегательных центров Мега. С момента основания 7 лет у нас есть торгово-желегательные центры в Алма-Ате, Астане, Шимкенте, Ак-Сюбе. Осенью этого года мы открываем продолжение существующей Меги и строим еще одну Мегу. Вот. Помимо этого, я рукуожу проектом в Окспопуле на протяжении трех лет. Да, нам три года будет в октябре этого года. Вот. Из достижений, не знаю, ну, все были на Окспопуле, да, я надеюсь. Да, то есть не надо рассказывать, что это за проект. То есть мы тратим кучу денег, да, на то, чтобы рассказывать казахстанцам о казахстанцах. Вот. Сегодня вышел материал на власти из-за того, что у нас сказали, что мы в прошлом году заработали 500 тысяч долларов. На самом деле это правда, но могу сказать, что 380 тысяч ушли именно на коммунировки, расходы, на оплату персонала. То есть все, кто работает на Окспопуле, они получают зарплату в белую. Это принцип, да, по которому там люди должны иметь возможность брать кредиты, должны, за них должны отчисляться пенсии. Вот. Это попытка создать такой абсолютно белый проект, да. То есть мы никогда не берем деньги в конвертах, мы не даем денег в конвертах. Это как бы мы не берем откатов, не даем откатов, не даем взяток. Это тоже принцип. Если мы взяли деньги за репортаж, мы всегда ставим плашку либо совместно, либо на правах рекламы, либо на правах пиар. Вот. Помимо этого я читаю лекции, закрытые для всяких там министров и руководителей всяких компаний. Вот. Сегодня одна из лекций, которая не платная, она бесплатная. То есть это та вещь, в которой я разбираюсь совместно с аудиторией, да. То есть это, как вы понимаете, дорожное движение, да, вот на дороге, да, люди, у людей стали появляться, автомобили и все такое. Оно появилось раньше, чем появились правила дорожного движения, да. То есть люди ездили, как хотели раньше, да. То есть вот про эти знаки, ограничения, правила, это все появилось гораздо позже. В интернете сейчас творится та самая вакханалия, да, все двигаются куда хотят, делают, что хотят, постят, что хотят, да. То есть некоторые ограничения уже появились, да, там порнография, пиратское видео, да. То есть там стараются родители контролировать уже, что их дети делают в интернете, да. Постепенно какие-то правила будут появляться. И правила эти будут формировать люди, которые в этом интернете чего-то стоят. Вот. Что такое Facebook, да, крупнейшая социальная сеть в мире, почти один миллиард человек заходит на сайт хотя бы раз в месяц, да. Суточная аудитория более 500 миллионов человек. Неужели вас до сих пор там нет? Ну это больше для чиновников, да, фраза. Вы-то там есть? Давайте. Для чего вам нужен аккаунт Facebook, да? Для общения с друзьями и обмена информацией. Это хорошо. Для продвижения себя, компаний, заработка денег, на мой взгляд, это плохо. Ну, потому что если вы не живете этой жизнью, вы и зарабатывать не будете там. То есть вы или будете зарабатывать через не хочу. И на самом деле, как бы на Vox Populi я взял SMM-менеджером соклассника своего. Ну, вот пришла мама моего соклассника, сказала, Слушай, вот твой друг без работы, да, вот. Я думал, что SMM это так легко на самом деле, да, что взял его на работу к себе и сказал, будешь заниматься SMM. Вот. И я понял, что если человек не живет этим, да, то есть ему не интересны Twitter, ему не интересна эта тусовка, ему не интересны люди, он с ними не общается, да, то SMM-щик из него хреновый на самом деле. Правила Facebook, да. Я открываю Facebook вместе с вами, поэтому совместно с вами хочу обсудить несколько этических моментов. Да. Монолог мой заканчивается, а дальше начнется, надеюсь, диалог. Давай дальше. Вот. Правило номер один. Можно ли материться в своем профайле? Нет. Ну, для каждого, по-твоему, кто-то считает это допустимым. Вы же читаете, да, Шибутова, я надеюсь? Да. Вот. Наши ебаные гости телевидения. Да. Ебанушки. Ебанушки, да. Из моих уст это очень красиво звучит, да, мат? Я на самом деле люблю материться, я матерюсь в сети, вот. Как вы считаете, можно материться или нельзя? Знаешь, я раньше... Как бы выяснилось, что это вина не группы казаки, которые согласились на сотрудничество и с радостью были готовы сняться для Vox Populi. Как бы это казахстанские организаторы для того, чтобы отшить нас, просто сказали, а казаки отказались, сказали, что вы им неинтересны. Вот. То есть, и поэтому была у меня реакция такая, что я написал, что группа казаки, оказывается, пидорасы не только в прямом, но и переносном смысле. Вот. Давайте проголосуем. Кто считает, что можно материться со своего аккаунта? Раз, два, три, четыре, пять. Если вы не работаете даже в интернете. Ну, то есть, все равно нельзя, да? То есть... Странно. Хорошо. Кто считает, что нельзя материться? У вас большинство. Из-за таких, как вы, я уже и грязно выругаться не могу, да? Можно ли выкладывать не на всеобщее обозрение личную переписку с другими людьми? Вот, девушка мне написала письмо. Обожаю такие письма. Я самоутверждаюсь за счет них. Все прочитали? Все насладились? А? Нет, она же просто хотела подойти, познакомиться, просто стеснялась. Вот. Я ей сказал, не стесняйтесь, подходите. Вот. Потом, как начал народ, подходите и знакомиться. Оказывается, много людей стеснялось. А? А? Ты догадайся с трех раз. То есть это было... Да, естественно, что... А разве есть другой смысл жить? Это же все для самоутверждения. На самом деле, я хотел людям объяснить, что никакого звездного статуса Лешера Легбаева нет. То есть посетители мне где-то знают. Я обедаю на фудкорце. То есть любой желающий ко мне подходит. Я в день по четыре раза фотографируюсь с народом. То есть ко мне попасть вообще. И люди звонят. Один раз звонили с компанией энергетической и говорят, Лешер, здравствуйте, мы целый день не можем дозвонить до вашей приемной. Я говорю, ну может быть, потому что у меня нет никакой приемной. То есть все люди звонят напрямую. Я сижу в кабинете с восьми человеками. Да, то есть у меня нет там отдельного кабинета. Все очень просто. Я... Стой, стой. Да. Поэтому, как бы, я говорил, люди, подходите. Я абсолютно нормальный. Как вы считаете? Вот можно ли выкладывать чужую переписку? Можно. А если там звучит угроза вам? Вот если какой-то человек говорит, я тебя уйду, найду, по кусочкам разрежу. Ну если там нет имени этого человека, то есть там... Правило Facebook. Оставлять свои или чужие телефоны, электронные адреса в открытом доступе. Нет. Нельзя никак. Свои телефоны. Оставлять чужие, если вы не спросите. Ага. Я бы не оставил. Даже email свой. Даже email. То есть кто видел в Twitter мою инфу? Да, био. Телефон. То есть это мое абсолютное желание, да, чтобы любой человек, у которого есть вопросы по Меге, да, в любой момент дня и ночи мог со мной связаться, потому что у нас бывают проблемы. Их очень много во всех четырех городах, обязательно что-то происходит. И я хочу узнать об этом первым. Можно ли критиковать конкурентов? Нет, нет. Я бы очень точно так и стройно с ними делать. Как это я делаю, да? Да. Так. Вот это... Я не считаю конкурентами Yessentai, но Yessentai очень нервно реагирует по поводу любого моего упоминания бренда. Вот здесь я написал, что в Saks Fifth Avenue пуховик стоит 900 тысяч нигде. Это было зимой, они только открылись. Вот. И тут же мне позвонились в Saks Fifth Avenue и сказали, Шер, некорректно с вашей стороны. Давайте, пора голосуем. Да, можно критиковать конкурентов. Нет, нельзя критиковать конкурентов. Можно ли публиковать чужие фотографии или шутки без указания авторства? Вот есть такой значок C в кавычках. То есть это означает копирайт, то есть что это не мое. Да? То есть вот в Твиттере самые известные в России люди это ковбой. Да, там это кто там еще есть. Да, те люди, которые тырят чужие шутки раньше остальных. Да, вот. То есть причем там периодически появляются шутки Саши, Цоя, да, через там несколько, некоторое время. Там еще других там шутки появляются. Да, то есть и автору реально обидно. Я думал, что вот эти 140 знаков, это не обидно, когда тырят их. Пипец, как обидно оказывается. Давай. Добавлять ли в друзья людей, с которыми вы не знакомы? Я два раза добавляла человека для того, чтобы с ним познакомиться. Если мне нужен был этот человек, чтобы с ним как-то связаться, и ему сообщения не могла, я добавил в друзья. Он добавил, и я поставил вообще в Facebook. Хорошо, а остальных всех ты знаешь на Facebook? Ну, с кем ты дружишь? Да. То есть у тебя там сколько друзей? Пятьсот. Ты каждого из этих пятьсот человек? Пятьсот. У тебя есть интернет? Давайте проверим ее. Будем открывать и спрашивать, чем занимается друг Сани Исирикавы с именем Мутулку Мкэ. Добавлять ли в друзья анонимов? Алишер Абдраимов. Великолепное фотофас. Никаких фотографий. Только это долбанное приложение. Нет, может просто вот за этим вот. Я знаю, я встречался с представителем правления Банка развития Казахстана, он очень долгое время скрывался за вот такой аватаркой. То есть он действительно все читал, всех знал, знал все сплетни рынка, да? То есть мы когда с ним встречались, я говорю, а вот как вы, каким ником вообще там сидите? Он говорит, ой, это не важно. Давайте проголосуем. Добавлять, друзья, анонимов, давайте, можно. Кто считает? Один человек. Ты вообще толерантный, я погляжу, да? Все можно. Вот. То есть этот человек, если бы он писал правила дорожного движения, он бы говорил, давить беременных можно. Нет, нельзя. Кто голосует? Анонимов добавлять. Окей. Мы создаем такой сам кодекс этики поведения на Фейсбуке. Дальше. Писать общие письма. Это жесть вообще, да? То есть кто сталкивается с этим на Фейсбуке, да? Вы попадаете? 50 человек вас добавят, и там начинается чат. Такой тук-тук-тук-тук-тук. Ну, то есть... Это еще... Это еще... Остановитесь сейчас же. Нельзя ни при каком раскладе. Если его нет на этом снимке, да, не отмечайте. Потому что раньше еще, помните, было? 800 человек отметят. И чтобы перестать получать уведомления, тебе надо найти свое имя среди этих 800. Ты начинаешь выискивать себя. Думаешь, блядь, куда же она меня засунула? Потом тык! Находишь и радостно, знаете, вот. Ну, то есть как будто в шу нашел. Эть, убрал. И все, больше не получаешь уведомлений. И ваши вопросы. Ну, в принципе, мы закончили раньше, чем я думаю. Думаю. Все. Тебе номера. Артем». Абонюшкиże. Абик. eso. Абик. 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 Продолжение следует...